МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая линия. Бобруйские дорожники активно обновляют дорожную разметку. Дает возможность правильно ездить. Какой объем работ уже выполнен? Желтые махинации. Сотрудник птицефабрики украл почти 20 тысяч цыплят. Ущерб предприятию на сумму около 15 тысяч рублей. Куда улетела совесть подозреваемого? Ценность традиций 15 мая в Беларуси отмечают День семьи. Когда они улыбаются, тебя когда обнимают. Это самое важное. С чего начинается счастье? А также время для искусства, на старте подготовки и динамика плюса. Золотовалютные резервы в Беларуси растут третий месяц к ряду. О каких цифрах речь? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Чайники и ковши. Плановые отключения воды начались в Бобруйске. Временные неудобства связаны с проведением планового ремонта теплотрасс БТС. Отключения стартовали с микрорайонов Северный, Приберезинский, Молодежный и продлятся по 21 мая, а также с 28 по 2 июня. Инженеры проверят трубы на предмет повреждений, так как вода подается в жилые дома под большим давлением, из-за чего подземные артерии деформируются и могут дать течь. Как кто-то устанавливает бойлеры. У детей стоят бойлеры, хожу к ним. Обычно за неделю, за несколько, заранее вижу всю любую информацию. С полным графиком можно ознакомиться на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета или на Боберлайв. В случае обнаружения промоин в грунте, разрывов теплотрасс, горожан просят сообщить по телефонам, указанным на экране. Цыплят по совести считают, в Шклове сотрудник птицефабрики вместо премии заработал уголовное дело. 39-летний инженер сельхозпредприятия имел доступ в цех инкубации, систематически воровал суточных цыплят-бройлеров. Незаконную добычу перепродавал в частное фермерское хозяйство Гомельской области. Таким образом, за несколько месяцев он похитил более 18 тысяч цыплят, причинив ущерб предприятию на сумму около 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Золотовалютные резервы в Беларуси растут третий месяц подряд. За апрель они увеличились на 89 миллионов долларов. На 1 мая достигли 8 миллиардов 442 миллионов. Наибольшую долю в международной структуре занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Опубликован проект по разрешенным видам бизнеса для ИП. Индивидуальные предприниматели в Беларуси смогут работать примерно в 15 отраслях. Среди них сельское хозяйство, обрабатывающее промышленность, строительство, транспорт и другие. Министерство экономики инициировало публичное обсуждение документа о предпринимательской деятельности. Мнение о нем можно высказать, начиная с 15 мая в течение 10 дней. В Беларуси создана Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2024. Ее работа позволит обеспечить защиту прав и интересов абитуриентов при поступлении в вузы и колледжи. В случае необходимости члены комиссии будут принимать оперативные меры реагирования, чтобы исключить возможные нарушения. Беларусь готовится масштабно отметить День независимости в год 80-летия освобождения. 3 июля сотни единиц военной техники пройдут колонной по центру Минска. Подготовка к параду уже стартовала. Участие примут более 6 тысяч военнослужащих, порядка 250 единиц боевой техники. Минобороны, МВД, Погранкомитет, МЧС, Следственный комитет, Кадетские училища, специализированные лицеи представят парадные расчеты. 18 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Тысячи учреждений культуры по всему миру откроют свои двери для всех желающих насладиться историей и искусством. Тема акции в этом году – музей, образование и исследование как в оффлайн-формате, так и онлайн в цифровом пространстве. Программу расписания и площадки мероприятий можно посмотреть на сайте ночмузеев.бай. Яркие краски городу и безопасное вождение. В Бобруйске активно наносят дорожную разметку. В этом году в планах обновить более 30 тысяч площадей обозначений. Однако в эту цифру не входит объем, выполненный после ремонта городских улиц. Работы выполнены на Минской социалистической. Сейчас обновляется интернациональная. Дорожная разметка дает возможность и правильно ездить по дорогам. Никаких нарушений, чтобы не было. Естественно, когда разметка есть, это удобно, это комфортно. По крайней мере, нету суеты на дороге. И особенно это касается, когда водители неправильно переезжают перекрестки в соответствии своей чужой полоте. Разумеется, она лучше, потому что она заметнее. Соответственно, это обеспечивает безопасность движения. Конечно, лучше. Даже эти линии и все остальное, оно прекрасно смотрится на дороге и лучше. На сегодняшний день работы выполнены на пяти тысячах квадратных метров. От общего плана этот выполнен показатель в 17%. Залог успешного строительства – соблюдение правил безопасности. Электрический удар может не только нанести непоправимый вред здоровью, но и привести к летальному исходу. Как не попасть в смертельный капкан, расскажет Юлия Вернер. Строительные площадки таят в себе множество рисков. Падение с высоты, переломы, порезы и ожоги. Одним из самых распространенных увечий остается электротравма. Чтобы не допустить непоправимого, следует соблюдать общие требования по охране труда, в том числе в вопросах электробезопасности. Необходимо использовать электроинструмент, прошедшие испытания в установленном порядке для работы в действующих электроустановках. Сертифицированные удлинители. При прокладке удлинителей необходимо обращать внимание на прохождение удлинителей в местах прохождения техники, что запрещено для исключения возможности нарушения изоляции. К сожалению, несчастные случаи продолжают происходить из-за халатности и неверной эксплуатации электрооборудования. В прошлом году в Осиповичах на строительной площадке от удара током пострадал семилетний ребёнок. Были нарушены требования нормативно-технических правовых актов. Было неправильно сделано подключение строительной стройплощадки, вагончика. Учащийся был доставлен в учреждение здравоохранения в длительственном состоянии. Электрический ток не имеет вкуса, цвета и запаха, поэтому становится стократ опаснее. Выполнение в полной мере требований электробезопасности на стройплощадках позволяет сохранить жизнь и здоровье работников. Строительная площадка смонтирована в соответствии с проектным решением, в соответствии со схемой. Всё подписано. Всё хорошо. Регулярная профилактика – залог здоровья. Инспекторы проводят с работниками беседы, контролируют процесс. Своевременное выявление и устранение нарушений может предотвратить попадание в смертельную ловушку. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Праздник, который объединяет. 15 мая отмечают Международный день семьи. Белоруссии помогают всем, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребёнка. Размер пособий по уходу за детьми постоянно растёт. В 2024-м на выплаты выделено без малого 3,5 миллиарда рублей. Колоссальная поддержка оказывается многодетным, а их количество за последние годы увеличилось до 124 тысяч. Для них действует программа «Семейный капитал». В этом году сумма – 31 480 рублей. Но самая ценная возможность каждый день видеть радость на лицах родных и близких, в особенную дату произнести самые тёплые слова благодарности. Большое счастье иметь такого ангелочка. Семья для меня – это любовь, взаимопонимание. Семья – это все, кто есть у меня. Хочу им сказать, что я их очень сильно люблю. За что ты любишь родителей? Потому что они меня целуют и любят. Семья – это счастье. Должны быть у каждой семьи дети. Дети должны радовать родителей, быть постоянно послушными и любимыми. Когда они радуются, когда они улыбаются, тебя когда обнимают – это самое важное. Все вот это вот, это перечеркивает. Деньги и машины – это не главное, а семья – это самое главное в жизни. Младший брат у меня есть. С ним можно поиграться и он может помогать. Чтобы дома ждали, чтобы тебя уважали, ценили, помогали тебе, чтобы у вас были общие идеи семьи. Самое главное, конечно, в наше время сейчас – семья и мир. Основа развития государства – крепкая семья. В Беларуси более 2 миллионов 600 тысяч тех, кто оберегает самые ценные, воспитывает детей, заботится о пожилых родителях, хранит тепло домашнего очага. К слову, в 2023-м в стране было зарегистрировано более 56 тысяч браков. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков со взором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!